У департамента, к которому традиционно много вопросов, новый руководитель. Развитием информационного общества в регионе теперь занимается Денис Степанов. Каких успехов добились его предшественники, а над чем придется поработать, руководитель ведомства отчитался на заседании правительства. Программа по развитию информатизации была утверждена в области в 2013 году. В числе ее главных задач – развитие системы межведомственного электронного взаимодействия и развитие портала государственных и муниципальных услуг. Поверьте, достаточно большое количество наших граждан не знают, что они часть услуг сегодня могут получить, не выходя из дома. И все равно идут, стоят в очереди. На портале госуслуг можно получить 18 видов услуг. У граждан наиболее востребованы несколько – запись в школу, постановка детей на очередь в детский сад и в оздоровительные лагеря. Правда, с последним система в этом году не справилась. Разобраться в данной ситуации, могу утверждать, что департамент на самом деле не ожидал такой нагрузки. Сейчас, на сегодняшний день, все проблемы технические и технологические места устранены. В совместном департаменте соцзащиты населения мы прорабатываем этот вопрос. И нам помогать будут в данном случае еще окна МФЦ. Отслеживать функционирование общественного транспорта в нынешней ситуации возможно только с использованием системы ГЛОНАСС, считает губернатор. Предшественники Дениса Степанова обещали, что ГЛОНАСС заработает в этом году. Но чудо не случилось. К тому же устанавливать навигацию перевозчикам при нынешнем законодательстве не обязательно. На сегодняшний день рычагов воздействия на перевозчиков, к сожалению, минимальны. Андрей Анатольевич, а Вы где были, когда мне все обещания давали внедрить эту систему до конца года? Павел Алексеевич, работу мы продолжаем с перевозчиками, будем ее выполнять, но есть определенные трудности. Нет, так какие трудности? Я уже, наверное, третье поручение по этому поводу даю. У меня сейчас уже не будет никаких трудностей, я буду просто вынуден всех саботавников этого процесса разогнать и все. У губернатора свои рычаги. Он поручил включать наличие соответствующего оборудования в конкурсную документацию при заключении договоров с перевозчиками. А вот ситуация с аппаратами, фиксирующими нарушение правил дорожного движения за текущий год, существенно изменилась. В региональную собственность принято 39 модулей. В начале декабря их запустят. Итого в регионе будет 80 аппаратов, которые фиксируют нарушения. Это включая и стационарные, и модульные, которые наши автолюбители зачастую видят на обочинах дорог. Поэтому в январе мы выйдем на полную проектную мощность по всем этим работам. И вот как Денис Игоревич уже в своем докладе отметил, даже эксплуатация порядка 30 пунктов контроля уже приносит в областной бюджет порядка 113 миллионов за 10 месяцев текущего года. Изменит информатизация в ближайшем и работу крупных образовательных учреждений. К концу 2016 в проект «Электронная школа» будет вовлечено 100 школ из разных муниципалитетов, где обучаются свыше 500 учеников.